Здравствуйте, уважаемые трейдеры, с вами Роман и сегодня в начале очередной торговой недели мы продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых инструментов. По результатам прошлых недель следует заметить, что доллар США в последнее время перестал сильно реагировать на позитивную макро-статистику. Участники рынка больше обращают внимание на риторику заявлений представителей ФРС относительно перспектив монетарной политики. Как следует из опубликованных в начале апреля протоколов с мартовского заседания ФРС, большинство из 18 участников заседания по-прежнему ожидают сохранения процентных ставок на уровне около нуля до конца 2023 года. И также не выражая готовности к сворачиванию программы покупок облигаций. Руководители ФРС подтверждали эту позицию и в последующих выступлениях. Таким образом, учитывая снижающуюся доходность американских гособлигаций и мягкую монетарную политику ФРС, а также ускоряющуюся инфляцию и рост федерального долга на фоне нового пакета мер налогово-бюджетного стимулирования стоимостью 1,9 трлн долларов США, приобретший статус закона 11 марта, стоит ожидать и дальнейшего ослабления доллара. Фьючерсы на индекс доллара DXY торгуются вблизи отметки 90,70, начиная четвертую неделю подряд с очередным понижением. При этом доходность 10-летних американских казначейских облигаций сохраняет тенденцию к дальнейшему снижению, начавшемуся в конце прошлого месяца после достижения локального многомесячного максимума в 1,77%. Что касается британской валюты, то фунт продолжил снижаться против евро и утратил часть завоеваний против доллара США. После того, как индексы менеджеров по снабжению для производственного сектора и сферы услуг Великобритании за апрель продемонстрировали сдержанные экспортные продажи и инфляционное давление. Такие тенденции были связаны с затруднениями во внешней торговле, порожденными Brexit. Эксперт отмечает, что экспорт остается относительно вялым, что во многом объясняется последствиями Brexit, а цены продолжают уверенно расти. Цены на нефть снижаются в начале понедельника из-за роста числа случаев заболевания COVID-19 в Индии и Японии. Данный факт, особенный рост заболеваний в Индии вызвал опасения у участников рынка по поводу возможного сокращения спроса на топливо. Индия – это третья по величине страна импортер нефти в мире, а число случаев заболевания в стране превысило 16,9 млн человек по состоянию на 26 апреля. В среду состоится заседание Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников ОПЕК+. На встрече будут оценены перспективы развития рынка нефти и, возможно, страны подтвердят принятое в начале апреля решение, что в течение мая или июля плавно восстанавливают добычу нефти на 2,1 млн баррелей в сутки. Что касается золота, то золото немного укрепилось в цене на прошлой неделе, даже с учетом сильного падения в пятницу. Котировки поднялись к отметке 1777 долларов за унцию и зафиксировали третий подряд недельный прирост. После рекордного роста в прошлом году золото потеряло свою динамику на фоне укрепления доллара и повышения доходности облигаций. Главным фактором текущего роста цен на золото является прежде всего энергетический сектор, который в прошлом 2020 году очень сильно пострадал от ограничительных мер, вызванных распространением коронавируса во всем мире. Таким образом, ситуация с золотом в краткосрочной перспективе выглядит крепкой и хотя не такой уж уверенной, как в прошлом году. Но возобновление покупок в Индии и Китае после слабого года может оказать поддержку драгоценному металлу в дальнейшем. И на текущей неделе мы ожидаем с вами данные по ВВП США за первый квартал, которые должны еще больше поддержать мнение о том, что экономика продолжает восстанавливаться после замедления. В среду состоится заседание ФРС США и решение по процентной ставке, которое ожидается, что останется на этом же уровне 0,25%. Кроме этого, на текущей неделе будут публиковать отчетности около 180 компаний из списка индекса S&P. Основное внимание будет приковано к пяти крупным технологическим компаниям с высоким уровнем капитализации, такие как Facebook, Amazon, Apple, Microsoft и Google Alphabet. Подтверждение высоких доходов данных компаний может привести к достижению очередных высот американских индексов на финансовом рынке. А на этом все, дорогие друзья. Хорошей недели. Всего доброго.